Девушки отдыхают Лучшие сыновья Грузии направлялись по этой дороге в Россию за наукой, за передовыми идеями. Из России шла военная помощь народу, обессиленному в битвах с врагами. Помните у Руставели? Другу верный друг поможет. Они встали в горах рядом, возведенные русскими оборонительные форты и сторожевые башни древней Грузии. Казбек. Твой царственный шатер сияет вечными снегами. Твой монастырь под облаками, как в небе реющий ковчег. А в долине селение Казбеки, которое хранит в памяти и эти пушкинские строки, и имена героев в дни Великой Отечественной отстоявших Кавказ. Все выше и выше в горы. Крестовый перевал. Центральная часть главного Кавказского хребта. Короткая остановка в тиснении Арабского ущелья. Еще год назад не было этой смотровой площадки. На воздушном океане Без друя и без витрин Тихо плавают в тумане Многие судьбы объединила дорога. Горький считал, что именно она сделала из бродяги литератора. Шесть раз он пешком ходил в Тифлис, где началась его литературная биография. Феодальная крепость Ананури. Свидетель многих бурь и гроз, подступавших к Кавказу. Храм Джвари Услышанная здесь однажды история подсказала Лермонтову сюжет поэмы Мцири. Там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арабии и Куры, вечные, как сами горы Мцхета. От Орджоникидзе до Тбилиси. Дорога в 210 километров и в два века длиной. Пройдет немного времени и уйдет отсюда, шагнет за горы еще одна дорога, электрическая. Ровно 200 лет назад был подписан Георгиевский трактат, скрепивший дружбу Грузии и России. А сегодня при въезде в Тбилиси новый памятник, символизирующий важнейшие в судьбах двух народов события. Напоминает этот узел, что Грузию не разлюбить, что под небесной дружбой узы не развязать, не разрубить. Грузию не разлюбить, что под небесной дружбой узы не развязать, не разрубить.